Чтобы добраться до моего дома, до ближайшего метро, надо пересечь три двора. Три одинаковых четырёхугольника, идущие ступеньками от широкого проспекта. Стоять свернуть с проспекта, и звуки оживлённой магистрали сразу глушатся. Здесь всегда тихо, и пятиэтажные панельки утопают в густой растительности. За каждым двором стоит детский садик. Первый двор самый светлый и уютный. Детский садик в нём перестроили в жилой дом с собственным садом и охраной. Второй двор самый мрачный. Детский сад в нём переоборудован в социальное общежитие для малоимущих матерей. Фонарей здесь меньше, а посреди двора целый лес, через который идёт наискосок тропинка. Третий двор самый шумный. Детский садик здесь функционирует, и сквозь детские крики прорывается шум близкого уже проспекта. Хрущёвская эта рекурсия ещё в детстве производила на меня глубочайшее впечатление. В многочисленных кошмарах я терялась между дворами, понимая, что их тут великое множество. А я уже слишком далеко ушла от своего. Одинаковые качельки, асфальтовые дорожки и детские садики. Одинаковые пятиэтажные хрущёвки душного жёлтого цвета, тесные личные площадки на две квартиры, этажи уходящие далеко по землю. Всё это пугало и путало меня своей однотипностью. На самом деле они, конечно, не одинаковые, и для человека, проходящего тут каждый день, всё отличается. Гостей своих, впрочем, я веду окульным путём, чтобы они смогли выпутаться из этого лабиринта на обратном пути. К двадцати годам я оказалась единственным жильцом тесной хрущёвки. Спрятавшись в маленьких комнатах с запирающимися дверьми, я погрузилась в затворничество. В полумраке квартиры, заваленной хламом советских времён, мне было тревожно и одиноко. Не покидало ощущение, что в квартире живёт кто-то кроме меня. Каждый раз, громко чихая в пустой квартире, я ожидала, что кто-то скажет мне «Будь здорова». Не помог даже основательный ремонт, который я устроила, когда начала зарабатывать. Не раз, а не два, кто-то шептал над моим ухом что-то односложное, неразборчивое. Дул мне в шею, когда я уснула за конспектом по философии. Сейчас я работаю преподом в универе. Пара заканчивается в десять вечера, а после беседы со студентами и обратной дороги я ныряю в цепочку дворов в ближайшие полуночи. А в телефонных звонках мама регулярно просит меня не идти домой через дворы. Использовать более освещенную улицу. Длинную, но безопасную дорогу. Но я-то хочу поскорее оказаться дома, что не слушаю её. Эти дворы мне известны до последнего кустика, и я ничего в них не боюсь. Это случилось в холодное межсезонье. Что-то вроде марта или ноября. Ни снега, ни листьев на деревьях. Только чёрная промозлость и сырой воздух. А в тот вечер, один из множества подобных, по дороге домой меня охватил страх. Он будто упал на меня откуда-то сверху. Стоило мне войти, свернусь с проспекта в третий двор. Ничего конкретного я не боялась. Я просто знала, чувствовала всем существом, что идти домой мне категорически нельзя. Как выглядит страх? Я иду через третий двор с детским садиком. Человек. Он идёт за мной. Я не вижу его, но спиной чувствую напряжение. Как-то не кстати вспоминается мужчина с лицом убийцы, которого я видела несколько лет назад. Просто встретилась взглядом с прохожим и увидела там смерть. Есть ли смысл убежать? Мой дом слишком далеко, меня догонят. Во дворе никого. Некого звать. Некому обратиться за помощью. Я нащупываю в кармане связку ключей. Думаю, в какую сторону броситься. Закричать. Ударить автомобиль и попытаться спровоцировать сигнализацию. Я останавливаюсь и перевожу дыхание. Стоп. Это безумие. Нет здесь никакого человека. Нет оснований убеждать себя в этом. Надо взять себя в руки. Второй двор. Страх плещется во мне, грозя вот-вот превратиться в панику. Между жилым домом и общагой пустырь с тропинкой. Но я не решаюсь ее воспользоваться. Там стоит совсем уж непроглядная тьма. Собаки. Стая одичавших собак. Однажды поздно вечером они выскочили из двора прямо перед моим носом. Целая толпа собак пробежала улицу передо мной и унеслась по своим делам, чудом не заметив меня. Ночью обычные бездомные твари сбиваются в стаю и сходят с ума. А в темноте слышно рычание. Несколько десятков горящих глаз неотрывно следят за мной. Прислушиваюсь. Тихо. Никаких собак. Страх бьется у меня в висках. Первый двор. С жилым домом вместо садика. А здесь светло от фонарей. И в будке сидит охранник. Но страх только усиливается. У меня закладывают уши. Ноги подкашиваются. Чего именно боюсь, я так и не выяснила. Но сейчас это и не важно. Всего несколько метров и я в безопасности. Там есть живые люди. Домофон и железная дверь. Мой сосед до глубокой ночи выходит покурить на личную площадку. Его кашель и запах сигаретного дыма из подходной двери напоминает о том, что я не одна. Я пересекаю двор. Я считаю шаги. Я вижу свой дом и горящие окна соседей. Мне осталось только обойти его. Из-за угла выходит человек. Он идёт прямо на меня. Мы встречаемся взглядом. Это молодой парень. Он быстро отводит глаза и проходит мимо меня. Некоторое время я стою столбом. Потом разворачиваюсь и несусь обратно к метро. Я почти пробегаю три двора в обратной последовательности. Страх спадает. Мне легче дышать. Силы прибавились. Пустые тёмные дворы больше не пугают меня. Было уже за полночь, когда я дважды пересев с маршрутки на маршрутку, добралась за город. В гости к подруге. Мне было стыдно за дурацкий страх, который я сама себе накрутила. Но облегчение сильнее стыда. На следующий день на работу позвонила мама и спросила, всё ли со мной в порядке. Моя скептическая мама была напугана. Ночью ей проснился кошмар. Во сне мама шла ко мне в гости. Вошла в подъезд. Поднялась по лестнице. Остановилась. Дверь в мою квартиру была приоткрыта. Там во сне мама поняла, что со мной случилось что-то страшное. По времени мамин кошмар примерно совпадал с моей дорогой страха. В этой истории нет монстров, маньяков или другой неведомой грёбаной фигни. Что бы ни вызвало мой страх, думаю, безо всякой мистики есть что-то жуткое в этих хрущевских мирах. И сейчас, прожив столько лет в этом районе, в этой квартире, я продолжаю пересекать три двора от дома до метро и обратно. Я продолжаю слышать звуки, объяснения которым у меня нет. Что-то вечно падает и шушит в другой комнате. Прекратили сонные параличи с сидящей на моей кровати женщиной в чёрном. Зато теперь я регулярно вижу осознанные сны, в которых просыпаюсь в темноте и не могу включить свет. И только сейчас, во время написания этого рассказа, меня посетила догадка. Посетила и больше не покидает меня. Может быть, может быть, то, что меня так пугало, ждало вовсе не в трёх дворах, не во тьме зарослей, не в чёрных провалах подвальных окон, не в густых тенях от помоек. Да и маме моей проснилась вовсе не улица. Опасность, чем бы она ни была, ждала меня в моей собственной квартире.